Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как разнообразить свой досуг и какое место в культурной жизни города занимает Самарский литературный музей. Об этом говорим сегодня. Сотрудниками музея в нашей студии директор Самарского литературно-мемориального музея имени Горького Людмила Савченко, заместитель директора по развитию Екатерина Орлова и Яна Берман, заведующая отделом по работе с публикой. Здравствуйте! Добрый день! Скажите, пожалуйста, как начинается в вашем музее Новый год 2017, с каких проектов, с каким настроением и какая публика уже успела какие-то мероприятия посетить? Что нового, так скажем? Мы начали очень активно Новый год. Во-первых, мы начали его с всевозможных праздничных событий, которые проходили в новом корпусе на Куйбышево-113. Там стоит замечательная выставка, посвященная творчеству братьев Гримм. Выставка прибыла к нам из Германии, из города Касселя, из музея братьев Гримм. Кроме того, очень много людей приходило в праздничные дни. Это и жители города Самары, много было туристов, которые приезжали в это время к нам. Ну и вчера вот прошла уже ставшая традиционной для нас такое событие, как арт-елка, где мы встречались со своими партнерами, которые в течение года помогали музею или делали совместно с музеем какие-то проекты. Поэтому жизнь у нас течет очень бурно. Да, как хорошо, как раз применительно к музею. Жизнь течет. Я хотела сказать, думала, что вы скажете, жизнь кипит, но это было бы неправильно. Наверное, в музее действительно жизнь течет, потому что там абсолютно другое измерение, вот на мой взгляд. Вот что-то такое есть в музее. Это очень хорошо, что вам так кажется. Мы прилагаем массу усилий, чтобы человек, пришедший в музей, думал, что как здесь спокойно, атмосферно и уютно. Мы, конечно, кипим, чтобы вы чувствовали, как здесь все течет. Да, очень важно, чтобы в музее была своя атмосфера. А мне хотелось бы задать вопрос Яне, как меняется возраст, возрастные категории вашей публики. На кого направлены, на какую категорию проекты в музее? Все охвачены или нет? Или есть такие приоритеты, что больше всего таких людей? Мы стараемся охватить, конечно, всех. Стараемся разработать сейчас новые программы и образовательные, в какой-то степени, и культурные программы, которые будут происходить на выставках, по выставкам нашего музея для всех возрастов. Ну, конечно, мне лично ближе, и у нас такой есть свой приоритет. Это дети, школьники и начальных классов, и средние школы. Я надеюсь, что мы и старшую школу тоже привлечем, потому что они немножко заняты своим ЕГЭ, поступлениями и так далее. Их сложнее привлечь в музей. Но я думаю, что на самом деле они в музее могут найти много для них полезной, нужной информации, в том числе и для их дальнейшего образования и экзаменов. Да. Екатерина, а как рождаются проекты? Это очень интересно. Вот откуда вы берете эту информацию и как они воплощаются в реальность потом? Вот какой путь нужно пройти? Потому что я не думаю, что есть такие специальные технологии, механизмы уже разработаны, и каждый раз в любом случае это будет по-новому. Вот как вы работаете? Ну, вот начнем опять же с того, что весь январь вот этот мы, конечно, продумываем и декабрь, и январь, продумываем, что мы будем делать в течение всего года. Это и выставки, и образовательные занятия, о которых говорит Яна, как вытекающий продукт из выставок. И здесь мы, собственно, работаем со своими партнерами, с другими музеями, которых приглашаем на свою площадку выставиться. И отталкиваемся от каких-то исторических дат, которые служат нам вот отправной точкой, скажем, юбилея писателей. Опять же, у нас музей Максима Горького, усадьба Алексея Таланова, Толстого, и у того, и у другого в 2018 году будут памятные даты. И мы, конечно же, делаем ряд фестивалей, событий, посвященные вот этим людям. То есть всегда, действительно, одного механизма нет. Всегда все по-разному. Да. А что нового, Людмила Михайловна, появляется? Вот я спросила уже про возраст публики, да? А вот возраст сотрудников музея. Он какой? Он как-то меняется вот от этой типичной картинки, что уже в музеях работают такие люди-историки, с опытом. Это уже меняется со временем? Такое восприятие? Ну, да. Сейчас в музеях, и не только в нашем музее, вообще работает очень много молодых людей. Потому что музей вообще... Я всегда говорю, что... Ну, может быть, потому что я не объективно отношусь к музею, но музей – это место, где можно себя реализовать по самым разным направлениям. Потому что, ну, театр, вот, на мой взгляд, это сцены, это актеры. Да, в основном. Библиотека – это книги. Музей, он может быть самым разным. В музее может быть театр, в музее может быть библиотека, в музее может быть детский сад, в музее может быть образовательный центр, в музее могут быть исторические проекты, да? То есть это такой мультимедийный, как бы сегодня сказали, проект, где можно себя реализовать. И поэтому в музей очень часто приходят молодые люди, которые действительно хотят реализовать себя и в одном направлении, и в другом направлении. Но даже вот если брать работу музея в этом году, ну, с одной стороны, вот в прошлом году у нас появилось новое подразделение – это музей Эльдара Александровича Рязанова. Да, вот. В этом году ему исполняется 90 лет, будет проходить, в России будет проходить фестиваль, посвященный 90-летию Рязанова. Недавно состоялась встреча вдовы Эммы Валерьяновны и нашего министра культуры России Мединского. Создан оргкомитет, который возглавляет Басилашвили. То есть Самара там, как мне сказали, отдельной строкой. В этом году мы будем заниматься историей кино и творчеством режиссера. Кроме того, в этом году у нас вновь будет Самарская литературная биеннале, где мы будем заниматься творчеством Максима Горького. Потому что на следующий год в городе Самаре пройдет не только международный чемпионат мира по футболу, но и две юбилейные даты. Это 150 лет со дня рождения Максима Горького и 130 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого. Очень активно отмечается уже юбилей Максима Горького. В этом году у нас будет несколько проектов, которые мы будем реализовывать в рамках подготовки к фестивалю. Ну и Самарская литературная биеннале, ее вот этот традиционный блок, он будет посвящен творчеству Максима Горького. К нам приедут представители четырех музеев по России. Максима Горького мы будем обсуждать, насколько актуален сегодня этот писатель, как можно работать сегодня так, чтобы в музеях, чтобы Максим Горький действительно был интересен нашим современникам. Еще можно с одной датой связать столетие со дня революции октябрьской. Он действительно связан с этим. Мне кажется, эта актуальность повысит. Повысят. Да, конечно. И писатель. Это вот, да. И, конечно же, кроме всего прочего, у нас будут проходить какие-то яркие культурные события. Ночь в музее. Ночь из кусти. То есть любой человек, который творчески ищущий себя, я к чему, придя в музей, он найдет для себя. Кто-то будет заниматься исследовательской работой, кто-то будет делать выставки, кто-то будет развлекать публику. То есть в этом плане молодые люди, которые к нам приходят, они могут быть востребованы. И мы очень рады молодым людям. Я, пользуясь случаем, хочу сказать, что приходите, дерзайте. Мы рады всем творческим людям. Да, да, да. Вот если продолжить тему про молодежь, вот что современного, Екатерина, сегодня появляется в музее, чем действительно можно привлечь молодежь, потому что все так быстро меняется, и технологии. И что сегодня традиционная выставка, казалось бы, традиционная, уже представляет из себя? Ну, вот как раз про выставку и про современную в том числе, и даже про 100-летие революции. Все это мы объединили в одной выставке а-ля РУС. И название-то такое, то есть, будучи русским, какая-то идентификация, что такое русский. Сейчас, в принципе, тоже многие ищут, да, ищут ответ. И вот мы, ну, опять же, так как мы музей литературный, мы берем поэтов, которые когда-то были, ну, прям ключевыми поэтами, воспевающими Русь, например, Есенин, да, другие поэты Серебряного века, и делаем вот такую выставку. Привлекаем очень хорошего, известного современного художника Анастасию Алибакрину, который нам ее помогает визуализировать, то есть сделать так, чтобы вот визуальная картинка привлекла, опять же, современного человека, молодого человека. Там будут любопытные такие русские мотивы, ну, типа орнаменты, такие фразочки, которые говорят эти персонажи. Ну, мне кажется, будет что посмотреть, будет что узнать нового. И, более того, мы хотим вот делать, ну, что-то типа дискуссионной площадки, какие-то дополнительные вечера, то есть разговоры о том, кто мы сейчас, зачем, потому что, вот, опять же, вопрос с Европой, человек становится более космополитичным. Это интересно, даже вот вы просто рассказываете, уже интересно, да, уже без оформления, без дискуссий, да, без мнений, уже интересно. Конечно, мы стараемся брать более широкие темы, но через призму литературы. И вот, что касается, Людмила Михайловна сказала, про юбилей Горького, опять же, который будет у нас осенью, биеннале, третий уже по счету литературный биеннале. И мы также делаем там блок современности, то есть современная драматургия и Горький. И вот, может быть, вы слышали или кто-то из зрителей знает, что мы часто очень делаем вечера современной драматургии в своем новом корпусе на Куйбышево, 113, и через 10, ну, или меньше дней пройдет там еще очередной вечер современной драматургии. 30-го в 10, 30-го января в 9, господи, в 19.00 будет читка современной пьесы. Актеры из разных театров объединяются, это такое неформальное объединение актеров, которые собираются, чтобы почитать, но они, в общем-то, не читают, они проигрывают. Это эскиз спектакля, они проигрывают спектакль современной драматургии. Да, но если профессионалы берутся за читку, это уже, в принципе, практически профессионально уже, не просто вот прочитывают, а это можно воспринимать. Вот второй блок этой биеннале будет, собственно, через современную драматургию. Мы приглашаем массу актеров, эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и другие знаменитые драматурги приезжают к нам, будут читать свои новинки, будут также разыгрывать их в спектаклях. Это очень интересно, да. Тем более, что вы даете возможности творческим людям, которым так необходимо себе продемонстрировать свое вот это вот я, да, творческое. И даже вот нашим горожанам, которые имеют свою точку зрения, вот возвращаясь там к революции, к теме, еще к чему-то, как вот это все высказать. Удивительно. Я хотела у Яны поинтересоваться, как вы привлекаете, стоит ли задача привлечь как можно больше посетителей в музей, как вы этого достигаете или нет, кто придет, тот придет. И делаете ли вы такой уклон на туристов уже, потому что это тоже с каждым днем становится актуально в преддверии, вот как уже Алина Миланхановна сказала. Ну, хотя вот вам сложно будет конкурировать с этим событием, да, с чемпионатом мира. И все-таки. Можно и воспользоваться. У нас есть своя специфика, и мы, да, я думаю, мы воспользуемся. Ну вот я частью отвечу на ваш вопрос, частью продолжу то, что начала говорить Катерина. Кроме дискуссионной площадки, мы стараемся разработать тот формат, который на самом деле привлечет детей и родителей тоже. Вот сейчас у нас запускается по усадьбе, включая все выставки, квест. Семейная. То есть пришла семья. Да, это может быть семья, но скорее мы рассчитываем здесь на группы 5-й, 8-й класс, может быть, ребята чуть постарше, которые будут самостоятельно в ходе игры изучать тот материал, который есть в музее на базе экспозиции, которую мы имеем. На лето у нас, конечно, есть планы и к туристам обращаться, потому что мы рассчитываем, что потоков будет в Самаре с каждым годом больше, в 18-м, наверное, достигнется его пика. Мы сейчас уже продумываем разные интересные, мы, наверное, не будем сейчас раскрывать все тайны, да? Да, потому что идеи, они витают в лесу, разные подходы к туристам, которые приезжают в Самару и иностранным, и тем, кто живет в России. Вот. И еще акцент вот мы хотим сделать в этом году на семейную публику. Летом у нас откроется площадка, которая будет называться «Мастерская Папы Карла». Не зря мы владеем Буратино и таким наследием. Еще один персонаж интересный, да. Да, и мы надеемся очень привлечь не только мам, которые, на самом деле, чаще всего приходят к нам с детьми, но и пап. Вот. Поэтому сделать как бы вот такую программу, которая будет интересной и мужской части населения разных возрастов. Очень хотелось бы, вот как на Западе, да, вот есть музей, и это такая точка притяжения. Туристов везут по этому маршруту, музей уже никак не обойдешь, и это какой-то плюс большой и в познании, и вообще восприятии мира. Хотелось бы, чтобы в Самаре тоже литературные музеи, музеи модерна стали такими местами, которые не обойти, не объехать. И чтобы вот этот интерес, который у вас есть, и вам действительно есть что показать, чтобы это было востребовано. Я хочу у вас спросить, есть ли у вас в мировом, международном масштабе любимый музей? Ну, пусть в России или нет, или вы где-то были, увидели и подумали, вот это да, вот это мой на нынешний день самое яркое впечатление, любимый музей. Есть такое, Яна? Ну, у меня, наверное, это музей, который находится в Израиле. Я не очень помню точное название, но суть его, что это музей слепых. То есть это пространство, куда зрячий человек попадает и становится на время слепым. А слепые люди становятся ему поводырем, и это раскрывает немножечко другую специфику мира, раскрывает совсем другие восприятия чувственные. И, в общем, открывает немножечко другой взгляд на себя, на свои сильные и слабые стороны. Вот какой интересный подход, да. А у вас, Екатерина? А я вот, вы знаете, не про музей хотела рассказать, а вот вы говорите, что как хорошо, когда музей входит в этот туристический маршрут. А я вот всегда понимаю, куда повезти гостей, когда они приезжают к нам. Это наша набережная. Мы всегда ведем людей на набережную. Я вот хочу просто маленькую реплику, не могла удержаться, что мы не только в своих стенах что-то делаем, встречаем, придумываем образовательные программы, но летом мы также выходим вот на набережную. Есть такой фестиваль «Волгафест», который уже второй год нас приглашает принять участие в музее. Участие в музее принимает, делает фестиваль «Букфест», то есть книжный фестиваль, там и ярмарка, и опять же занятия с детьми, и выставки. И вот мы таким образом тоже как-то идем навстречу людям, выходим из своих стен. Вы встраиваетесь в эту траекторию, на нынешний день популярно. Да, да, да. Людмила Михайловна, из ваших пяти музеев, это все по этой статье, какой у вас самый любимый? Из моих пяти? Ну нет, можно, конечно, расширить. Ну, вообще, мой самый любимый музей, наверное, потому что это мой самый любимый художник, это музей Ван Гога в Амстердаме. Потому что, ну, там есть очень многому научиться для музейщика. Во-первых, как сделано пространство, как работают с текстами, как работают с аппликациями, какой огромный сувенирный ряд, какой замечательный сувенирный магазин, то есть музейный магазин. Это вот то, о чем я как директор пока мечтаю, но потихоньку мы уже как бы приближаемся к этому, потому что мы сейчас задумываемся и над музейными сувенирами. Если говорить о туристах, то туристы приезжают, и они хотят все-таки увезти что-то из музея. Поэтому вот сейчас мы обсуждаем и те программы, которые мы будем делать для туристов. Ну и, соответственно, мы думаем и о путеводителях, потому что музей, он еще должен быть интересен каждому, кто приходит. Кто-то хочет ходить с экскурсоводом. Все больше и больше людей сейчас уже хотят посещать музей самостоятельно. Поэтому система навигации музея, система всевозможных путеводителей, каталогов, сувениров – это вот тоже та проблема, которая сегодня стоит перед современным музеем. И чем больше таких услуг мы будем оказывать, тем мы более будем современным музеем. И, может быть, кто-то и нас перечислит в пяти там или в двух, в трех своих любимых музеях. Поэтому есть как бы работа, которая видна всем, да, это выставки там. А есть работа, которая как бы вот посетители приходят, и они заходят к нам в зеленую красивую усадьбу. Они даже не понимают, сколько трудов мы прикладываем к тому, чтобы эта усадьба была такой замечательной, уютной. Они заходят в экспозиции, и, конечно, и слава богу, что они об этом не знают, но любой, очень много труда, который он не виден, он дает вот результат на то, чтобы музей был очень привлекательным. Потому что когда вы спрашиваете, какой музей вам запомнился, это, конечно, музей, который гостеприимный. И вот как бы задача еще создания гостеприимного музея, музея комфортного для посещения, она решается не только замечательными выставками, но и той атмосферой, которая царит в музее. И вот в этом году не зря вот Яна говорит о мастерской Папе Карло, да, мы думаем и о маленьких посетителях, мы думаем о людях, которые придут постарше к нам. Поэтому вот еще мы говорим о количестве, но в этом году мы очень много говорим о качестве. И я думаю, что вот те люди, которые к нам придут, и надеюсь, что они останутся довольны нашим обслуживаниям. И летом еще у вас прекрасно, вот весеннее, летнее, осеннее, вот раннее, осень. И у вас еще вот такая есть деталь, или не знаю, даже не деталь, окошки. Во дворе это тоже создает определенную атмосферу, но как плюсы есть, наверное, так и минусы. Но вот запоминаешь, что вот как-то вот я пришла, думаю, боже мой, одна окошка, вторая, третья, вот что-то в этом есть. Кроме минусы, наверное, есть и плюсы. Ну, это домашнее, потому что мы же, понимаете, вот чем еще уникален наш музей в том, что это один из немногих островков Старой Самары, которая осталась. И ты заходишь сюда, и ты получаешь замечательную такую атмосферу. Ты идешь по улице, здесь, значит, звенят трамваи, автомобили, все так, да, и попадаешь вовнутрь. А давайте окунемся еще раз в атмосферу вашего музея прекрасного. Посмотрим сюжет с мероприятия, посвященного юбилею Алексея Толстого, и продолжим разговор. Один шаг, и ты переносишься в далекий 19 век. Уютный свет настольной лампы, шелест страниц стареньких книг. Блестящий самовар в обеденном зале. В усадьбе Толстого время остановилось. Кажется, что где-то в одной из комнат находится и сам писатель. Сотрудница музея Ольга Жиганова работает здесь уже второй год и до сих пор находит вдохновение в этих стенах. Мы можем гордиться тем, что, как писатель, он, можно сказать, уже здесь начал свое творчество. Это действительно очень интересно, когда находишься рядом с вещами, которые принадлежали известному человеку. Но всегда это очень необычное такое чувство вызывает, такое желание еще больше изучить его жизнь, прикоснуться к его жизни, к его личности. Будущий великий писатель появился на свет в современном Пугачеве. 10 января исполнилось 134 года со дня его рождения. Работники музея решили отпраздновать это событие с пользой для горожан. Все желающие могут посетить бесплатную экскурсию, которая состоится 12 января. Посетители погрузят в атмосферу дореволюционной Самары, проведут по всему жизненному и творческому пути писателя. Аудитория в музее, конечно, это школьники, конечно, потому что они изучают творчество этих писателей, они приходят сюда с экскурсоводом, с учителем. Но бывают, конечно же, и взрослые люди, которые просто после работы, что крайне редко, потому что после работы мы спешим домой, либо туристы, которые гуляют по городу. Интересный факт. Заключительные строки приключений Буратино Алексей Толстой написал именно в Самаре. Сказка про озорного деревянного мальчугана – одно из самых знаменитых произведений писателя. А вот как создавалась эта книга, самарцы смогут узнать на экскурсии. Последние слова были «могут узнать на экскурсии». Какие еще экскурсии проводит музей? И что касается зимнего времени, насколько это возможно сделать, востребовано? Или вы на какое-то время это закрываете? Конечно, нет. Мы каждый день готовы принять группы экскурсионные. Каждый день у нас масса сотрудников готова рассказать вам и о творчестве Алексея Толстого, и о творчестве Максима Горького. Также, естественно, у нас детские игровые занятия по Буратино. Но, как сказала уже и Людмила Михайловна Яна, у нас есть сейчас выставка временная по братьям Гримм, по сказкам их. И она вот в зимнее время действует, работает на ней тоже масса всего интересного и дополнительные занятия, мастер-классы. Это в новом корпусе, вот на Куйбышево, 113. А вы можете вывезти куда-то посетителей, ну, кроме набережной летом, или нет? Вот эта практика есть у вас, существует или нет? Нет, пока нет. И опять же, вот мы продумываем экскурсионный маршрут по городу, но в летний период времени. Литературная Самара, по литературным местам. Вот про это я говорила. Да, да, да. Это летний период времени, когда человек готов, ну, действительно, полтора часа ходить по городу. Мне кажется, это очень востребовано будет. Вот столько, буквально сама шла в старый, недавно прогуливалась по старой части города, и впереди шли вот две девушки. Вот какие-то вывески там маленькие появились на домах, говорят, а мы же никогда этого не... Здесь жил такой-то купец, такой-то. Вот мне кажется, это так интересно узнать, это будет так востребовано сегодня. Вот это бы еще как-то организовать. Мы думаем об этом, и обязательно опять же к Чемпионату мира, потому что наш музей все-таки, ну, действительно, обладает маленькими комнатами, маленькими помещениями. Мы, конечно, будем выходить в город, проводить экскурсионные такие туры, маршруты. И что касается научной деятельности музея, это же намного больше экспонатов и материалов внутри музея, чем выставляется, да? Вот как с этим? Идет какое-то продвижение, чтобы как бы можно больше вводить в свет? Чтобы все посмотреть. Ну, конечно. Во-первых, у нас 42 тысячи предметов, это только основной фонд. Из них только полторы тысячи у нас представлено в нашей постоянной экспозиции. Вот в этом году мы показали более трех тысяч предметов, то есть ввели, так сказать, в оборот для посетителей. Это выставки, которые мы делаем. Мы делаем выставки в наших там витринах, мы делаем выставки на Куйбышева 113 из фондов музея. И, конечно же, мы хотим, чтобы как мы делаем виртуальные выставки на своем сайте. То есть мы заинтересованы в том, чтобы показывать как можно больше того наследия, которым мы обладаем. Это первое. Второе, значит, по поводу пешеходных экскурсий. У нас уже есть разработана пешеходная экскурсия, которая посвящена, значит, литературным местам, связанным с Алексеем Николаевичем Толстым. В этом году мы задумываемся уже о том, чтобы сделать пешеходную экскурсию, посвященную Эльдару Рязанову. Его любимые места, тем более, что ее можно начинать от железнодорожного вокзала, где стоит один из его героев. Кроме того, мы уже, да, действительно говорили о том, что можно делать литературные экскурсии по Самаре. Нами разработана ее можно приобрести очень интересная литературная карта, где писатели, самые разные поэты России, говорят о Самаре. Там указаны даже места, о которых они говорят. Поэтому такую краеведческую работу мы ведем. Ведь сам музей создавался как музей литературного краеведения в 1941 году. И у нас наряду с тем, что мы сейчас говорим об Алексее Толстом и Максиме Горьком, у нас есть предметы, которые связаны с самыми разными писателями, ну, в том числе, там, Гарин Михайловский, Неверов, и целый, еще целый ряд писателей, которые связаны с Самарским краем. Второй вопрос – да, у нас не хватает, как бы, выставочных площадей, поэтому мы пытаемся это восполнить, как-то еще эту информацию лекториями. Сейчас, допустим, у нас идет такой лекторий, как «Азбука литературы», где мы начали с творчества А. Ахматовой, и на каждую букву мы находим интересного писателя, рассказываем о судьбе этого писателя, поэта. Поэтому формы работы самые разные. Нам, как литературном музее, мы заинтересованы в том, чтобы люди как можно чаще читали, как можно чаще думали о литературе, говорили о литературе. Да. Вот. Яна, вы как ответственная за работу с публикой, пригласить тоже вот горожан куда-то хотите? Мы очень ждем школьников с родителями, с учителями, учителей тоже просто даже без школьников. Мы будем рады видеть на выставке «Братья Гримм». Она будет интерактивной, игровой. Если есть желание, мы даже готовы проводить различные творческие мастер-классы. У нас уже было несколько групп, которые, по-моему, остались очень довольны, оставили нам хорошие отзывы. Возможно, наша выставка будет интересной лингвистам, тем, кто изучает немецкий язык или интересуется именно немецкой филологией, культурой. Есть на выставке «Что посмотреть в этой области». Ну и, конечно, все наши традиционные выставки – Алексей Толстой, Максим Горький и выставка «Буратино». Мы всегда открыты и рады нашим гостям и посетителям. Да, Екатерина, и над чем вы работаете? Очень короткая минутка у нас осталась. Сегодня вот какой может быть проект? Что владеет вашей головой? Сразу несколько проектов. Проектов, если очень коротко, это как раз те, которые мы открываем в этом году. Это выставка «Аля Рус», это букфест на набережной, это литературная биенналья. Я так пунктирно напомню то, что у нас будет в течение года. Это также будет еще какая-то приглашенная выставка на Куйбышево-113. Не забывайте, что у нас есть новый корпус. Ну и вот мы ждем, не дождемся открытия нового музея Эльдара Рязанова. Да, а какое самое главное открытие вы сделали во время работы в музее? Что стало таким ярким? Ну, что литература может быть интересной, что вокруг нее действительно крутится множество тем, которые нужно обсуждать не в одиночестве. Такое замечательное завершение нашего эфира. Спасибо огромное за то, что пришли, за то, что вы продвигаете вот эту любовь к литературе. Хотела бы, чтобы ей заражалось как можно больше горожан. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!